так коллеги два человека ты гнули и большое вам спасибо а все остальные ну виталий это сделал потому что владимир это лайкнул очень большая просьба смотрите то что мы с вами здесь находимся для вас и для нас является контентом вот нету кристины еще савиной вчера она тоже была у ксения прошу бы я вас не узнал вы сидели вместе да сейчас вот мы обсуждали о том как полезно поехать на выставку потому что выставка это контент потому что я сейчас работаю по стратегической сессии там с частной школы и она говорит ко мне приходят люди они готовы бесплатно там провести мастер-классы готовы бесплатно что-то здесь чтобы получить контент потому что контент это все контент это king то что мы сейчас с вами здесь сделаем это контент и пожалуйста расшаривайте постите потому что то что вы учитесь не скрывайте этого то что вы учитесь по программе пока за которую бизнес платят сумасшедшие деньги то есть все эти сведения все эти данные которыми я с вами делюсь я продаю и продаю дорого и это эффективно поэтому не бойтесь повышать свою эффективность и говорить другим что вы ее повышаете то есть расшариваете лайкайте делитесь информация это очень важно там ко мне поступали какие-то звонки через инстаграм я ваш то есть на запрос на курс или еще что-то не знаю кто это я просто даю вашу ссылку даже не телефон а ссылку пусть пишут вам фейсбуке в мессенджере чтобы лишний раз не беспокоит и так мы запустили группу группа фейсбуке и мы сделали канал в телеграме в группе фейсбуке будут доступны все материалы канале телеграме будет больше я вы видели кто видел я кидаю туда ссылки я кидаю туда информацию мы зальем туда еще у нас при подготовке курса огромное количество разных видеоматериалов очень разных интересных мы все материалы будем заливать туда то есть чтобы эта группа была полноценная кроме того мы точно также решили в агентстве что мы включимся в работу по изменению визуальной картинки и харкер school academy получит современный дизайн современный логотип и современную стилистику я подключу сам лично подключу своих сотрудников стажеров для этой работы мы это эту работу выполнить и что очень важно с сегодняшнего дня начинается практическое применение поэтому я тут из меня в школе но я не учитель я бизнесмен хотите выполняете домашние задания хотите не выполнять если вы что-то сделали вы всегда можете ко мне подойти по итогам там какого-то такую задание не задать какой-то вопрос или как уже два человека прийти ко мне на платную консультацию для того чтобы расширить свой кругозор вернее у нее шейка углубить решение той или иной проблемы потому что наша цель моя цель за эти 15 мастер-классов выдать вам ну скажем минимально необходимый объем информации которую вы должны в дальнейшем эффективно применять и сегодня базовый из них базовый это про клиентов это клиентские психотипы очень большая ошибка бизнеса начинающего либо уже существующего работавшего много лет что мы работаем для всех для всех это значит ни для кого клиентов нужно сегментировать сегментировать для чего для больших и для реализации и более эффективной реализации ваших возможностей об этом для повышения эффективности поэтому сегодня мы будем говорить о клиентском клиентских психотипах раз как базовом по клиентском как базовой наверно методики очень простой их всего шесть мало того она очень заходит к нам потому что это постсоветское пространство это ленинградская школа психологии она признана в мире я взял эту методику бред 7 или 8 за вооружение сейчас она супер популярна поэтому я начинаю с этого потому что есть еще методология архетипов она двойная она сложная и 12 ее используют большие корпорации как бы скорее всего она там для обсуждения в кругах менеджеров то что мы будем говорить сегодня очень легко и понятно и обязательно должно быть применимо поэтому мы будем сегодня это разбирать и так это наше состояние в 6 часов вечера рабочего дня то есть количество информации которую мы с вами получаем вы ваши коллеги ваши клиенты каждый из нас она ограничена ограничена нашим объемом мозга на самом деле 150 лет назад человек за всю жизнь получал тот объем информации который мы сейчас получаем в день я имею ввиду видео если разделить это на байты это видео контент слова текстовое изображение рекламное изображение даже мы с вами получаем более трех с половиной тысяч рекламных изображений в день американцы 6 поэтому мозг наш привык защищаться и как вы понимаете то есть он просто не воспринимает некую информацию у меня есть очень четкое понимание что я свои сессии и провожу блоки вернее провожу два максимум три часа то что у меня некоторые клиенты после двух часов особенно старших чем я молодежь она более тренированная старший год сегодня я сейчас как на лекции по истории кпс вот я остановился все давай на этом закончим вот я перестаю понимать вот здесь действительно нужно остановиться потому что все остальное глупо и если вы читаете бизнес-книгу перестаете понимать бросьте это не выкидывайте это время то есть наш мозг научиться самосохраняться но как преодолевать защитное самосохранение как все-таки подключаться к этому то есть как из разделить этот приоритет который очень простой кто пользуется все пользуются наверное уже интернет магазинами вы все прекрасно понимаете что если вы положили что-то в корзину это далеко не значит что вы купили то есть вот вы посмотрели то не знаю кроссовки обмундирования не знаю что угодно и положили в корзину там лежит вот вам нужно теперь и оплатить так вот по статистике 75 процентов людей не оплачивают уже отложенные покупки а ваша цель первичная не просто положить корзину это вы уже проанализировали товар проанализировали все его характеристики и услугу и гордину я наверное его куплю а ваша цель вообще для начала подстроиться клиенту чтобы вообще хотя бы попасть в поле зрения в поле выбора здесь очень простая ситуация мы все и вы сталкивались категории business to customers то есть битусе это конечные пользователи из категории бизнес-то бизнес типа товар бизнеса для без например оборудование да это бизнес для бизнеса то есть или спортивное снаряжение это тоже может быть били как купить к конечные пользователи себе повесить а можно купить для того чтобы поместить зале и зарабатывать на этом но мы все движемся к битуме во первых поколению миллениалов и основная часть ваших клиентов это миллениалы в украине и это будет видно по электорату то есть 2020 по 2035 год основную потребительскую сегмент потребителей это миллениал отдельно можете погуглить у меня есть отдельный мастер-класс на миллениалов мы не включали в отдельный путь часов если по нужно будет отдельно сделаем но помимо миллениалов здесь словами играет еще слова я слова я то бишь рынок становится настолько переплетенным и персонализированным что сегментация по товары для бизнеса и товары для частного использования либо услуги для бизнеса либо частного использования они стираются они уже не работают соответственно нам нужно вспомнить мультик про маугли я у меня младшая дочь и я сейчас все старшие старые мультики которые смотрел со старшей дочкой вчера снова отправила не улетела вот что ее прилет сбивает весь наш устоявшийся ритм я смотрю младшие мультики это пересматривая к маугли я взял этот слайд потому что перед тем как прыгнуть в реку с крокодилами он сказал слово ты должен подстроиться клиентом балуем искал 100 куда вот вы должны перед тем как начинать общаться с клиентом заказчиком спонсором будущим инвестором все время не пытаться продать себя а пытаться просто лишь для начала сократить дистанцию то бишь вы должны подойти к нему на расстояние ко мне вчера пришел мой племянник не был у меня в гостях наверно 100 тысяч миллионов лет и моника его вообще не знала на первый раз она стала от него в пяти метрах он врач психиатра работает пенитенциарной службы в зоне и он ей сказал да я понимаю что ты стоишь на меня на трех метров это твоя нормальная реакция но что это она подходит на дистанцию человеку она не может ближе подойти это для нее дистанция а сегодня утром она обсуждала ему вопрос можно ли погладить белого медведя потому что он такой мягкий я сказал нет тебя нужно соблюдать дистанцию и вам тоже нужно соблюдать дистанцию но она должна быть сокращена вы не должна брос не должны бросаться в объятии продавать клиенту но вы должны подстроиться и понять что вы будете ему предлагать что именно будет в чем ваша пропозиция и так как вы считаете психотип это психологический тип личности как можно его распознать как вы считаете на джурджа дауним матча можно не смотреть это просто но здесь есть подсказка здесь здесь в этом слайде есть подсказка как распознать психотипе правиль начать с ним говорить если вы обретете навык общения то в течение 20 минут разговора вы достаточно четко сможете об навыков не между технологический методологический которыми сегодня говорю что за один мастер-класс его не приобретешь а потому что действительно человеку человек многогранен и людям свойственные наличие всех характеристик всех психотипов но всегда есть приоритет так вот в методологии например когда я работал еще сто тысячи миллионов лет назад в юмси и украинской мобильной связи и нас и она принадлежала австралийцам нас дрессировали очень сильно по продажам у нас было правило 20 минут она заключалась в том что у нас все были супер персонализированы продажа 6 вы помните тогда мобильный телефон это полторы тысячи долларов и вот такой кирпич и это это признак успешности да вот но не дай бог не нет но при этом сервис вы используете пейджерами вот пошла было дешевле тогда ты должен в течение 20 минут продать услугу если в течение 20 минут услугу ты не продаешь на человек не готов к услуге нет он не готов к услуге не готов тебе твоя цель переключить его сказать извините пожалуйста с вами сейчас будет общаться другой менеджер и следующий менеджер должен был общаться еще 20 минут и только после этого вы можете сказать извините пожалуйста мы не можем с вами не оказать вам услуги то есть вы не к сожалению не являетесь нашим то есть два подхода и два подхода по 20 и в течение 20 минут мы по четким скриптом продаж должны были с ним общаться то есть выяснять его потребность правильно психотипом нужно разговаривать вот священный слайд теперь мы будем детализировать и так существует пока здесь только американский я просто взялась потому что на уровне киногероев очень легко это обсудить и так это опра уинфри самый массовый психотип во всем не только постсоветском пространстве а и в европе и в америке это обыватель то что в германии или в голландии называют бургер 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 как угодно бургер лентом не знаю то что в польше и гражданство называется билотельство то есть обыватель это не является ругательство нас и на почему-то иногда считается ругательным словом каким-то таким типа ты там обыватель не нет это нормальный человек абсолютно то есть мы с вами то есть часть из нас обывательный то есть нас всех можно разложить почему с чем это связано это связано лишь тем как мы воспитывались какой среде какой школе мы учились какую какие условия были в нашей семье то есть психотип это воспитывался это наше прошлое там условно говоря наверное сейчас уже пораньше раньше там это с подросткового возраста до юношеского то есть это как минимум 15 период 15 лет активного восприятия информации там скажем с двенадцати там до двадцати пяти или до семи или до десяти лет и так у обывателя на первом месте стоит стабильность стабильность благополучия деньги для него сверх ценность являются деньги и в речи доминирует существительное то есть этот человек все время будет говорить горизонтально и линейно и очень понятными вещами мы более детально разберем интеллигент я не знаю почему я взял управу инфрид кто знает самая богатая женщина в мире чем знаменита телешоу одно и то же 25 лет из пустого порожнего жевательная резинка никаких вот стабильно одно и то же это к тому что некоторым брендам возможно меняться не нужно их не хотят видеть новыми их не хотят видоизменять потребитель готов их воспринимать поэтому когда ко мне приходят заказчики я в первую очередь анализирую бизнес для того чтобы нет нам нужен изменить логотип мы хотим поменяться стоп секунду давайте подумаем а хотят ли изменение ваши клиенты потому что вы можете по измениться не приобрести новых и потерять старых как в мультике про фильме про духе давая тебе ударю доской по голове ты учишь английский язык вдруг я русский забуду английский еще не буду вот это точно такая же ситуация в бизнесе то есть в речи доминирует существительные асфер ценность деньги это скидка я называю человек скидка свой ставший дочь называю девочкой скидка она живет в польше поляки ужасные жмоты то есть естественно на него это переходит то есть поляк за пять злотых пойдет 200 метров другую парикмахерскую мы не пойдем они пойдут за 20 лет и так интеллигент я нельзя здесь взял кулина ферта потому что это как бы образ как человек который играет интеллигентов он даже если он играет какие-то бандиты все равно это интеллигентные бандиты то есть он играет там или королей или каких-то интеллектуалов а джон депп например он никогда бы не сыграл короля георга да или старайтесь себе джонни деппа в дневнике бриджи джонс это был бы не тот персонаж джонни депп играет джека воробьям он играет независимого и интеллигент сверхценность гармония он пытается гармонизировать пространство вокруг себя он пытается всех помирить пытается все сгладить в его речи доминируют прилагательные они там дают такой аудиальный фон а в речи независимого доминируют глаголы независимый это предприниматель у него цель достигать он будет говорить гуглить приотачить прав и так далее тому подобное то есть он будет использовать глагольные формы своей речи в той или иной форм для него сверхценность свобода гедонист здесь у нас да я его больше люблю за ферму томаса крауна хотя он и всегда в джеймсе бонде то есть обратите внимание джеймс бон последний джеймс бонда этого периода либо джеймс бон шона коннери это разные джеймсы бонды то есть как бы вот нынешний уже беспредельщик а эти еще как бы интеллигентные люди с правом на убийство сверхценность любовь в речи доминирует сравнение наречия гиперболы и это люди ценители удовольствий для них тоже важно свободно но деньги как и реализация возможности и гедонист не обязательно человек который очень богат это просто может быть человек который все свои деньги тратит на сто или иное удовольствие в своей жизни я рассказываю всегда пример у меня во дворе предыдущий там на гагарина я встретил своего товарища у него огромная коллекция чуть ли не больше там снг 3 по москва пластина и он говорит я уже сделаешь это я приехал помыть послужим и помыть послушать пластинки то есть пластинки моются на специальное оборудование слушаются от если стоит очень дорого у кого здесь нет а вот здесь вот в этом подъезде так я здесь живу когда на шестом этаже в однокомнатной квартире здесь живет человек еще не в однокомнатной квартире он ездил на москвичи не в однокомнатной квартире снова оборудование практически 150 долларов и ему весь город приезжал платить деньги на своих дорогих лимузинах потому что вот он получал от этого кайфа еще зарабатывать это было при этом у нее не ездил на дорогой машине я его не узнал я не мог бы даже подумать потому что атрибуты как бы вот этого дорогого человека у которого должно быть такое они отсутствовали он все свои деньги тратил сюда и это очень важно понимать что если ваш клиент гедонист и вы его удовольствие он не будет смотреть вообще на цену вообще не будет смотреть на цену цена может быть потолочная карьерист нлп с восьмого уровня том круз три жены замучил и так далее то есть человек который этот человек атака он будет ломать всего в целях своих амбиций он будет достигать все сам трюки все сам лидер это лидер речи доминируют числительные то есть это человек который будет считать смотреть и говорить так возврат инвестиций я столько получу когда столько заплачу сколько должен получить за сколько я должен достигнуть это очень хороший клиент для спорта это лучший клиент для спорта карьерист лучший клиент для спорта поверьте мне это уже проверено это уже проверено на тренерах то есть и они действительно потом грелида когда начинали я сколько работал анализируют да это лучший клиент они очень четко понимают они готовы платить деньги они готовы к результатам они стремятся и подражатель второй базовый клиент для города харькова выросший на рынке барабашова я иду такая вся вдоль чагабана вверху сядючка вспоминаю бла-бла-бла-бла человек студенчества студенческий город и рынок барабашова то есть и прочее прочее то есть да я знаю что я я утром бегаю по набежной всем утра обычно идет паренек именно на 8 на работу то есть вот идет видно то есть вот он как вот стиль его гардероба скажем так черный да такой вот купленный там же набросок идет портфельчиком louis vuitton этом в милане купил за 20 баксов у негров louis vuitton портфельчик понимаете вот он идет на 7 часов на работу то есть он идет ничтоже с у меня 6 с луи виттоном то есть со стороны как бы человек который понимает как это я понимаю это обнять и плакать но для него это круто и подражатели и корректно реагируют на бренды то что самое дети подражатели почему я говорю что даже дети в школе бойко даже богатые дети никогда не собираются звездочку с кедом потому что для них это важно и так вот это 6 базовых психотипов которые вы должны анализировать и у вас не будут все если вы работаете на всех вы размазываете вы как сказки про лесу и когда пригласила жиловья да и кашу размазана тарелку то есть вы пока вы клюете пока крупинки вместо того чтобы слизывать языком теперь детализируем как это происходит мультфильм каникулы простоквашина знают все и так код матроскин и это типичный обыватель вспоминаем как он реагировал и что он говорил корова рыжая набрали мы одну сдавать будем этот человек законопослушный гражданин сдавать будем одну чтобы не нарушать отчетности но молоко которое дает у нас и помните молоко было даже в умывальнике мупер шарик говорю тебя молоко даже маленький то есть вот у обывателя у него все горизонтально и количественно и именно для него существует пакет all-inclusive я приехал в гольф-отель вне сезона что мне нужно было летом это будет летом гольф не сезон турции жара мы выезжали в 6 утра и в 11 уже заканчивали играть но я приехал с русскими туристами в гольф-отель я один был с клюшками двери еще был один россиянин мы с ним играли учился в хаккере а я общался с людьми которые говорят мы в гольф-отель приезжаем только потому что здесь знаете как мы выяснили не дерутся и не бухают all-inclusive но я сидел в то есть там это же как группа да и я пойду послушаю что там как старший ну там всех рассказывал куда-куда какие дубленки я говорю скажите а вас пендос можно поехать тут 30 километров такой на нее посмотрел потом на них я виду а все поняли эти вопрос глупый и тут одна девушка говорит скажите пожалуйста я не могу понять а где раки наши которые написано что они включены а парень вот этот же как ведущий группа он или азербайджанец ну то есть это они на тюрксом разговаривают и русский тоже простите не понял какие раки она говорит ну как раки смотрите вот бери читать знаете там когда в отель приходите что у вас свободно и раки игры не раки раки водка есть есть это турецкий водка то есть девочка прошлась по списку сказала открыла холодильник и сказал раков нет а в колючено вот это базовый психотип и самый а два самый большой психотип любого общества это обыватель это код матроски но самая большая ошибка работать на этот психотип потому что это работа по скидке это работа по скидке это сразу заведомо завышенный прайс в которой заложена скидка это сразу единственная методология потому что этот человек всегда будет хотеть скидку смотрите скидку хотим мы все мы хотим все дешевле заплатить но прилагать ли к этому определенные усилия либо не прилагать я как человек другого психотипа не буду прилагать если мне если я вышел из детского сада увидел что напротив чика минус 50 я пошел и купил но я даже в сторону не пойду если ли буду гуглить а где сейчас минус 50 я просто наткнулся и купил ребенку там игрушку либо платье а минус 70 так вообще мы были там два или три купим на будущее потому что там ой у нас там не засталось фиг с ним то есть потому что нам было удобно но мы не специально за этим движет а часть людей движется за скидкой специально почему и по купоны и купоны на скидку тогда это абсолютно нормально и это одна стратегия следующий психотип шарик шарик подражатель помните как он появился первый раз возьмите меня я вам предложу то есть это человек которому нужно принадлежать какому-то сообществу и это тоже очень важный социальный фактор для спорта потому что и лонгин является то есть принадлежность является базовой характеристикой принадлежности к бренду особенно для молодой аудитории особенно для молодой аудитории у нашей знакомой близкие знакомые . занималась теннисом и и бабалат предложил контракт то есть она должна была деться бабала она у нее истерика была я не сниму свои найки я не сниму свои найки она не понимала что папа платит за найки и зарубежно все это платят а баба лад не будет это платить она сказала нет я это не это не пойду это было астерика но она не сказала я прошу играть не не сниму свои мне потому что донайки это круто для неё вот я потому что для них всю жизнь сравнивают они не имеет свое собственное мнение они все время сравнивают с кем-то и для того чтобы вы Вы строили свой, привлекали к себе подражателей, а они могут быть тоже достаточно обеспеченными людьми. У вас должен быть лидер. Именно поэтому возникает вопрос необходимости лидерства и использования либо блогеров, либо создания своего личного бренда. Это очень важные характеристики. То есть, если вы понимаете, что вы попадаете на подражателей, вам строить личный бренд. Папа, который сказал, если бы у меня такой код был, я, может, и не женился. То есть, а зачем нам код? А зачем нам эта картина? Папа пытался всех гармонизовать. Он интеллигент, он образованный, культурный, он ответственный. То есть, и он все время пытался сгладить такие картины. Помните, он всех всегда мерил. То есть, он таким вот образом выстраивал ситуацию вокруг себя. Он ничего не достигал, он ничего не ставил, никаких целей. И у него цель будет гармонизировать ситуацию. С точки зрения спорта худший. С точки зрения спорта худший клиентский сегмент. То бишь, с точки зрения даже школы. Они знают, потому что у них есть свое собственное видение, как вы должны учить ребенка. Они всегда будут давать вам указания. Они всегда будут говорить тренеру, что он делает не так и так далее и тому подобное. То есть, этот человек хорош в качестве преподавания, гуманитарных наук, ну и еще определенных как технический специалист, скажем так. То есть, под интеллигентами мы сейчас подразумеваем людей, и в том числе технический интеллигент. Ну и новый интеллигент это айтишник. То есть, это достаточно, на самом деле, вроде бы умный, но достаточно узкопрофильный и закрытый человек. То есть, для него важно образование. У меня в детском саду одни дети айтишников практически. То есть, у них первые там, у меня вторые, да, там, с разницей. То есть, то же самое, они отдали в частный детский садик, в Монте-Соли и так далее. И платят тоже большие деньги, потому что для них это важная культура, ответственность, важно развивание ребенка. То есть, есть свои плюсы и минусы. Для спорта плохой. Не годится для спорта. Ни в коем случае. Я имею в виду для спорта профессионального, высоких достижений. Для спорта, как образ жизни, ты должен заниматься спортом, потому что это, да. Но для спорта высоких достижений нет. Дядя Федор. Дядя Федор независимый, новатор. Дядя Федор предпринимательским мышлением. Сбежал от мамы. Сбежал, поехал, поехал на дачу, а не поехал на море. Для него сверхценность свобода. Обратите внимание, что такое экологичность мышления. То есть, он купил, если вы помните, в советское время фоторужье стоило в несколько раз дороже, чем обычное. То есть, он не обычное ружье. Он не стал убивать животных. Он приключения завернул в экологическую оболочку для себя. Он любит девайсы, примочки. Обратите внимание, это тот человек, который будет покупать айфон по первой цене. Хотя, кот Матроскин скажет, ну ты лох. Ну ты лох, ну подожди полгода. Он через полгода его сменит. Он через полгода его сменит. Вчерашний пост Юрия Анатольевича, он купил 8К. Сейчас в Америке, Супрунов, он купил 8Кш на телефон. И он всегда любит эти все гаджеты. Вот этот типичный представитель, он независимый ни от кого. А там народ шутит в комментах, самые интересные комменты. Снято айфоном, он говорит, нет, снято фолдом. Фолд вообще стоит, по-моему, 2200. Хочется, фолд, они не видят. Я не знаю, у нас продается или нет. 1800-2200. Вот. Любит девайсы, примочки, легкость, удобство, интерес. Эти люди великолепно себя, в речи доминируют глаголы. Эти люди для спорта великолепно бы реагировали. Это, во-первых, бизнес. То есть, хоккей, я думаю, очень много бизнесменов, зная, это этики, это раз. Это люди, которые, во-вторых, это кит, то есть, это триатлон и так далее. Это люди, которые любят миксовать разные виды спорта. Это люди, которые могут попробовать что-то новое, там, стрельбу из лука или гольф, вот, который, то есть, в гольф очень много людей пришло из разного спорта. То есть, у нас ребята есть там достаточно профессиональные и боксеры, ну, по КМС, ой, в смысле, МСК, или там, бадминтонисты, или там, легкоатлеты, или фехтовальщики. Вот, кстати, все гольф-тренера успешные, но не все, но часть гольф-тренеров, я обнаружил, что это были фехтовальщики. То есть, приходят из спорта и меняют свой интерес. Но это люди, которые хотят чего-то достигать, потому что, там, гольф достаточно результативный вид спорта, он близок к бизнесу, там нужно постоянно считать, там нужно постоянно думать, там нужно постоянно анализировать. Есть мама. Мама, у которой четыре платья, это гидонист. Помните? То есть, маме пофигу даже на дядю Федора. Она сказала, пока я свои четыре платья не одену, пока я не кайфанул, я никуда не двинусь. Обратите внимание, любимый психотип клиентов должен быть для лакшери-сегмента. Вот именно для них Эмпайр Холл и все остальное. Потому что часть из них, подражатели купят стекло и закажут Бюшильдик, Велерой Бог, а часть купит Велерой Бог по первой цене, потому что это роскошно. Предложить обывателю на дегустацию, пригласить на дегустацию вина и сказать, смотрите, это вот шампанское Дойц, понюхайте аромат. Он скажет, что за фигня вообще? А сколько стоит денег? Ему надо сказать, смотри, это Дойц стоит 100 баксов, берешь 3, 4 в подарок. И он сразу скажет, о, минус 250. А подражатели нужно сказать, а это любимое шампанское Путина, в частности, например, Дойц. О, неважно, Путина, Зеленского, кого угодно, например. Это факт, что это любимое шампанское Путина. И поэтому они в России очень много продают. Вот это я лично общался с представителем. То есть подать ту информацию о продукте очень важно под определенным соусом. И для того, чтобы проанализировать это, нужно просто пообщаться с человеком. Следующее. Теперь у меня... А, вот. В Советском Союзе было очень трудно найти карьериста. Но я нашел этого дядюцу, сами помните, который... То есть я же использовал один персонаж, для того, чтобы вы четко поняли, что это зарабатывает. Дядя с усами даже в советское время захантил маму на новогодний корпоратив, потому что даже в советское время коэффициент был 3. Даже в советское время коэффициент был 3. То есть они платили в 3 раза больше. Поэтому для него важны статус, цели и средства, и в том числе забота о здоровье. То, о чем я говорю. Потому что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно пахать. Нужно пахать, 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 пахать. Теперь переходим в практическую часть. И давайте с вами определим. Теперь переходим в практическую часть. Итак, у нас есть... Господи Андрей Миронов из Бринятовой Руки. Это Амели, фильм. «Ирония судьбы святким парам», «Служебный роман», «Собачье сердце». Иван Васильевич меняет профессию. 6 психотипов. Пожалуйста, анализируя их речь, их высказывания, давайте проанализируем, кто они. Шариков? Шариков свободный, но... Да, свободный. Но кто Шариков? Потому что свободный и независимый, свободный гедонист. Есть ведущие психотипы, есть ведовый. Шариков подражатель. Есть первая мысль. Шариков подражатель. Давайте обсуждать. Анализируем речь Шарикова. Есть какие-то еще варианты подражения относительно того, что Шариков подражатель? Он независимый. Шариков карьерист. Его цель была из грязи в князи, достигнут средствами. Он все время говорил. Подашь. Обратите внимание. Речь, речь и только речь. Основная проблема в том, что вы смотрите иногда на образ и действительно есть схожие психотипы. Мы об этом сейчас поговорим. Но вы должны анализировать речь. Вы должны закрыть глаза, потому что зрительный нерв в 40 раз толще, чем слуховой. Поэтому мы воспринимаем информацию большей частью глаза. А у диалов всего лишь 20-25%, а визуалов 70-75%. Еще кинестеты, понятно, есть. То есть вы анализируете только речь. Можно даже закрыть глаза. И так, Шариков, типичный карьерист. Элочка. Подражатель. Правильно. И она все время задавала вопросы. Мяков. Интеллигент. Правильно. То есть он пытался все время, он даже свою личную жизнь не мог понять, ну там разорваться все время. Пытался все как-то сгармонизировать там. А может с мамой остаться. Амелли. Амелли, если помните фильм, давайте так, Амелли независимая. Независимая. Да, она чисто независимая. Шпак. Помните? Шпак. Обыватель. Нет. Шпак типичный обыватель. Сначала у него был один пиджак замшевый, потом два пиджака замшевые, потом три пиджака замшевые, потом три портсигара. То есть вот это вот мышление в ширину. То есть когда можно вдруг получить, вдруг компенсировать, он всегда получит и компенсирует. Это четкое мышление. Хорошего или плохого не вознести. Это просто тип мышления. Его надо просто принимать. Ну там все понятно. Это шампанское. Шампанское, как я, помните, еще по 250 и потом пойдем на дело. То есть как я могу сейчас встать? Мне нужно выпить чашечку кофе, мне нужно привести себя в порядок. Вот это типичный гедонист. Ему пофигу, что происходит внутри, снаружи. Ему важно, что происходит с ним. И так каждый из нас принадлежит какому-то одному психотипу. У кого-то могут быть 2-3, у кого-то явно-неявно, но все равно доминирует один. Как с этим работать? Сначала следующий мастер-класс. Усложняем задачу. Итак, управдом. Управдом из этого же фильма, «Бриллиантного рукам». Ее речь. Кто она? Если не будут брать, отключим газ. Отключим. Кто возьмет билета в пачку, тот получит водокачку. Это типичный карьерист. «Наши люди в булочной таксине». Она четко формулирует причинно-следственные связи. И говорит, что это типичный карьерист. Мультик, который озвучил Садальский, «Падал по славоднию снег». Уж послала, так послала. Помните, там ключевая фраза? «Маловато будет, еще хочу». То есть, «Ширдат». Это типичный обыватель. Это Арманда Санта. Здесь плохо видно. Это Одиссей. Одиссей кто? Ты куда Одиссей? Это жена детей. Одиссей нет. Он же независимый. Куда глаза глядят, то есть, черт его знает, что получится. То есть, вот это вот он. Независимый, первое откровение. Свобода. Это независимая свобода. Семенов Семенович Горбанков. Такой же, только с крыльями. Интеллигент. Нет, интеллигент. Он гармонизировал всех. Точно так же. Он же... Так, вот это самый сложный вопрос. Профессор Преображенский. Профессор Преображенский из фильма «Собачье сердце». Речь. Речь. Геодонист. Правильно. Обратите внимание, когда к нему пришел Шариков и Швондер, и сказали, «У вас пять комнат, дайте одну. Революция, война». Он сказал, «Я не могу оперировать в столовой. В столовой я ем. И мне начхать на вас всех». И когда возникли вопросы, он набрал нужный звонок и решил свою ситуацию. Геодонист в первую очередь решает себя. В отличие от интеллигента, который гармонизирует ситуацию, который общественно ответственный, это от общественно безответственного. Он разворачивает, что хоть и никогда не скандалит, не требует возврата денег, еще он просто разворачивается и молча вас посылает и уходит. «Попамят, Царство Небесное». Тоже, глянтовая рука. «Люлик, анализируем речь. Речь его типичные обороты. Дешево, надежно, сердито и так далее. Это обыватель. То же самое. Он уезжает, сматываемся, но ему нужно все привести в порядок, все разложить по полочкам, все собрать, ничего не упустить. Еще очень важный немец. «Советский Винни-Пух». Вот сложный вопрос. Я знаю, какие вопросы легкие, сколько, нет, у меня же сотни, 500, наверное, отгадывало эти картинки. «Советский» не тот, а именно наш, который озвучил. Леонова, да, наш Винни-Пух. Вот наш персонаж, нашего Винни-Пуха. Кто он? Его речь, его речь, его поступки. «Советский Винни-Пух». Либо подражать, либо идти. Так, еще. Он как-то действительно. А вот, проанализируйте еще. То есть, его поведенческие моменты, то есть, как он себя вел по отношению к другим. На самом деле, он вел себя так же, как это. То есть, ему пофигу было все. То есть, и он всегда выкручивал, что это кролик виноват. А дыра у него малая какая во входе и так далее. Простой вопрос, кто пятачок. Подражатель, все правильно. То есть, он пытается все время где-то быть, где-то присутствовать. Он пытается принести шарик и так далее. И тоже достаточно простой вопрос. Наполеон. Основное высказание Наполеона. Сначала нужно вразаться в бой, а там посмотрим. Это независимый. То есть, иногда это приводит в долгосрочных стратегиях. Это приводит к тяжелым последствиям. Но в краткосрочных стратегиях, что и было, пока, собственно, Наполеон не вляпался в Россию. То есть, все было успешно. То есть, для коротких позиций это было успешно. То есть, шутки шутками. Но поверьте мне, когда мы сейчас будем на следующем занятии прорабатывать карту эмпатии, и некоторые будут прорабатывать дома, первое, что они должны будут сделать, это поставить, четко определить, с каким одним, двумя, либо тремя клиентскими психотипами. Больше у вас никого нет. Больше, чем четыре, это массовые бренды. Это Coca-Cola. Они работают на всех. Словно говоря, Nike может работать, и то не на серу. Adidas работает на три сегмента. Итак, вот смотрите. Вот картинка. Вот я взял ту картинку из интернета. Мебель. Вообще безликая. И мебель польская. Хотел поляков есть и получше. А потому что взял любую картинку из интернета. Мне надо ее продать. Вот у меня этот комплект мебели. У меня магазин. Неважно, магазин, отдел, сеть магазинов. Я с мебельщиками много делал. Там, имут бренды. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну вот ему надо продать мебель. У него производство. Вот я делаю такую мебель, стену. Мне под ней нужно что? Написать какой-то текст. Иначе она же не продастся. То есть как? И вот теперь я пишу четыре текста. Потому что в зависимости от того, кому я буду показывать это изображение, на каком носителе, и как это будет таргетироваться, они по-разному будут это воспринимать. Первое. Для кого? Наслаждайтесь готовым интерьером и тратьте свои силы. Наслаждение. Геодонист. То есть если мне, если вдруг это на самом деле бултхауп, и это стоит 50 тысяч евро, а я, извините, не понял, то я должен подать это так, на супердорогом буклете, с вот такой фразой. Если это ДСП и стоит 5 тысяч гривен за все, то я должен написать вторую фразу для обывателя. и в доме мебели ее поставить. Вот так вот написать. Не писать мы 25 лет на рынке или 28 лет, это вообще никого не волнует. То есть ему нужно писать его клиентские боли. Зачем? Или вдруг на этой кушетке, как у Хазанова была, сидела Тамара. Ты знаешь, что такая Тамара? Я знаю, продавчиться с синего магазина. Если вдруг это какая-то дизайнерская мебель, которую придумал Филипп Старк, например, есть такой, известный дизайнер, то для части людей придумал ее Филипп Старк либо не придумал Филипп Старк, это пофигу. Для части людей они придут и скажут О, О, О май Год, Филипп Старк. Зачем оставать от моды? Оцените качество предмета. Сразу цена в два раза. У меня очень показательный момент бизнес-модели. Собственник вуза, который выучит от Соня, там один из самых богатых людей больше, он инвестировал несколько миллионов долларов и десятка миллионов долларов в этот вуз. Но у него есть очень четкий бизнес-интерес. Одно из направлений и предметный дизайн. А у него самая большая фабрика по производству мебели в Польше, работающая на американский рынок. Так вот он, инвестируя в дизайн образования, получил собственных, вырастил собственных дизайнеров, которые пришли к нему на фабрику, получили Red Dot Awards, это европейская премия в дизайне. После этого его мебель, которая продавалась на американском рынке, ровно выросла в два раза. Только там появился шильдик. Red Dot Winner 2017, по-моему, или там 2016. И продажи возросли, они в два раза увеличили цены там, и продажи выросли еще в два раза. Почему? Red Dot Awards, о, это круто. Все. Когда у тебя нет понимания, когда ты не сильно заведен в ценовую политику, ты выходишь на новый сегмент и сразу получаешь дополнительную ценность. Зачем поступать нерационально? Сберегите время, силы и деньги. Для кого? Для себя. Нет. Для себя. Для карьериста. Сообщение. Вот это сообщение должно было быть под рекламным постом в Фейсбуке. Сверху должно было быть магазин или в Инстаграме там. Магазин там три кита, реклама, потом картинка и потом вот этот текст. А не один текст или четыре текста в один. Потому что в зависимости от того, какой клиентский психотип, вы можете таргетировать это на ту или иную аудиторию. И мало того, вы можете, вы обязаны это делать. Как делать любой маркетинг, как делать любой бизнес. Какого психотипа нет? Интеллигента. Что здесь должно было быть написано для интеллигента? Что здесь должно было быть написано? Какой текст нужно написать интеллигенту вот этому вот этому человеку? Какой текст нужно? У которого ценности образования, культура, социальная ответственность? Какой текст и можно написать под вот той картинкой с мебелью? Чтобы он на нее отреагировал? Ничего не шло. Не, 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 не. Образование, культура. Чудесное место для занятий ваших детей после школы, например. Обратите внимание, что этот сегмент великолепен для образования за границей этот сегмент великолепен для образования за границей эти люди будут да они могут выносить мозг но они достанут последние деньги условно говоря не будет не купить себе новую машину но отправить ребенка учиться как собственно предмет харьковского дворянства и мэру шоку риморская три здания до сих пор целиком то есть мэр шоков признаны харьковчанами пожизненным мэром потом уже обвинили в подпольной продаже спиртного но у всех мы уже есть нюансы но тем не менее благодаря ему стоит университет именно он пришел к дворянам и сказал зачем же вы ваших детей будет отправлять за границу давайте мы здесь постоим университет они сказали так у нас нет денег а он сказал неважно вы готовы да потом он пошел купцам и сказал вы хотите чтобы ваши дети были купцы все богатые на подражатели вы хотите чтобы ваши дети были рядом зарядами дайте денег а потом пошел царю сказал дайте бумажку а царь и казни денег нет это не казни не нужно мне ваш нужно высочайшее соизволение цепь дал соизволение купцы дали денег заряне дали детей все и в харькове получился университет иначе мы были бы городом валки город валки либо город чугуев 250 лет назад имел значительно и 200 значительно больше возможностей к развитию нежели харьков просто за счет университета а потом еще где-то и обратились и кто-то прислал сюда 25 семей профессоров и улица мироносецкая бывшая ветеринарная на ней жили там профессора немецкая работал с проектом с домом титул поэтому мы всю историю этой улице знаю и с максом розенфильдом я дружу плотно и так то есть история тоже элемент который мы можем использовать и так для интеллигента мы написали как у нас еще психотипа нет пока мы еще написали здесь у нас про независимого независимого а чтобы мы написали для мебели независимого чтобы мы здесь написали про независимого чтобы его могло заинтересовать в мебели мы тоже мебель нужно принципе хоть он и воры ходят и марафоны бегает где-то же он сидит до ничего ничего лишнего или трансформируема мебель по вашему желанию свобода то есть это мебель легко переставляется она блочная можете в любой момент за 10 минут там за час ее перестали например к нему обращение то есть я показываю вам пример я показываю примеры потому что копирайтинг то который мы будем говорить и будем говорить позже я просто так сказать все направления пытаюсь и информационные потоки свести к одному что вы не бывает неправильных сообщений бывают неверно неверные сообщения и правильно таргетированы то есть и не бывает общих сообщений если вы говорите общее то есть это как пытаться через оконное стекло раз если даже на солнце сюда положите соломку все равно не загорится вам нужно увеличительное стекло и именно психотип является тем фокусом той линзой из-за которого возгорается пламя в ваших клиентах а теперь практически как это выглядит и так ласкавую запрошу мы свит джон траволта брейтлинг часы определите мне пожалуйста на какие целевые группы это работает на какие психотипы почему свобода 1 независимый раз до свобода полет свобода раз сразу подражатель как только есть звезда сразу есть а его на белой кью то есть я хочу быть такой давай давай со мной то есть подражатели он лидер то есть он лидер и но писты так сказать все лидеры то есть траволта в общем то благодаря именно нлп методикам вышел из жутких запоев после своих успехов в лихорадке субботного вечера после звездности и добился повторных результатов а не ушел там наркоту и так далее то есть вот типичные два всего лишь психотипа на которых они старгетированы с одной стороны подражатель потому что эта звезда а с другой стороны независимый потому что еще и самолет роволта сам имеет права на летные права или имеет ли то все то есть здесь нет ничего не проценту не про скидки не так далее друг по другу здесь четко и месседж следующий марка пола джефф бриджес имидж самого независимого актера следуй своей природе один психотип один психотип тут одежда такая вот он весь пародатый не бритый парка какая-то его подпись следуй своей природе независимый исключительно даже не подражатель невозможно подражать джеффу бриджесу он вообще то есть это просто про него то есть и мы мысленно сопоставляем да я такой же независимый как он я такой же могу всех послать и и так далее все то есть мне не нужно какой-то сообщности независимым ему нужно сообщить странных они не подражают чистый адреналин здесь машина часы саппорт чистый адреналин карьерист ли нет либо либо здесь чистый адреналин либо карьеристу либо независимым либо независимый смотрите это возможность для чего свобода то есть для чего люди ходят в горы для чего люди бегают они вырабатывают у себя адреналин для них это важно интеллигенту не нужно здесь еще спортивный ремешок интеллигенту нужно было бы сливон обратите внимание лично знаю алекса рио робертсона 7 лет назад был с ним я единственный бренд амбассадор за всю историю чивоса который не любит футбол все играют в гольф вот это раскрой гольф ботинка разница между этой этой бутылкой сейчас чего стоит такой там ну скажем литровый полторы разница по моему 70 гривен что такое почему они это сделали чивос очень сильно пострадал от обывательского рынка сначала бразилии потом россии а потом китая китайцы вообще его пьют зеленым чаем считается лучше одним из лучших мире брендов время веду по потреблению но для нас говорит мы просто закрываем на это глаза для нас это как к серпам это как хракири потому что как бы убивать напиток над которым мы работаем и сохраняем а они вы просто у них такая культура что они сделали чистый маркетинговый шаг здесь написано том лире по моему мейтфу джентльмены это раскрой лофера график гольфического то есть разница только в том что этот тубус в тубусе вот его покупают на подарок гольфиста я когда покупал нескольким людям или около вас потому что они понимали чем идет речь я проводил даже исследование я стоял смотрел на стойке в росте подходит бритый иди сюда а что это вот это стоит дороже чем это здесь только рука это для лохов все то есть вот это то чего добивался chivas chivas добивался разнесением одного и того же продукта на разной аудитории но потому что им важно было сохранить то есть вот это как бы был основная суть продавалась вот такое количество а вот это продавалось листами потому что они покупали чего ставите у них там целая серия потом такси я добыла потом еще с там дизайнером и так далее так по такой идеологии пошли или почему или не не очень хорошо чувствует себя на нашем рынке и ушел с рынка потому что нам нужно было на сухих развилась там внутренняя конкуренция достаточно сильная и сейчас там много хороших производителей я там делал парочку а на тот момент нужно было входить по цену поэтому там ловаться например просто выбило по цене поэтому все идеологии когда вы входите или шок видите там чашечки дизайнерский и так далее на нашем рынке не работали потому что мы на тот момент были в начальной стадии потребления сейчас сейчас с этим живут практически ну богдана во всяком случае да очень очень мало как бы то есть есть там будет то есть выборочные точки очень показательный момент будучи несколько лет назад в днепропетровске на рок-фестивале я видел порядка был след порядка полутора тысяч байкеров скорбинс мы все-таки дождались хотя бы несколько раз отменяли но вот очень показательный момент вот таких машин то было очень много причем они приехали туда на больно дорогих там лендиках там в основном и привезли вот такие машины смотрите харли девицин казалось бы протестной протестная марка но какой слоган какой посыл разумный повод выбрать сердце разумно то есть разумное потребление раз выбрать сердце то есть они говорят что мы действительно обращены к сердцу ну что выглядит то здесь к дорогому мотоциклу у которого здесь написано это подсказочки там система там такая то это тут то это тут здесь это там то далее для чего это как вы думаете для чего для обывателя и подражателя на фига тратить столько денег за стоимостью новой там дорогой машины если ты не понимаешь а ему как бы подсказали еще девушка на придачу и вот они действительно стояли и знаете что делали у них такая модель граним они не ездили на них они стали мерялись дырками то есть люди потратили деньги вот как бренд сфокусировал на новый сегмент рынка а теперь внимание а у меня здесь у меня есть такой же слайд такого же харли дэвидсон но там один в шлеме с чоппером и даже логотип со скелетом и там молод свободен уверен себе уже сто десять лет все вот тот хорлей для тех готовой волчьи стая изи райдеров которые были а этот для обывателей то есть один и тот же продукт одно и то же бренд но он подан по-разному любой бренд нужно подавать не предварительно рынка вот я такой любите меня как есть нет вам нужно показаться профиль для этого сегмента кому-то спиной кому-то ванфас это очень важно понимать какую частью вашего бренда нужно вовремя повернуться к вашему клиентскому сегменту вопросы сейчас будет вторая часть и другую другую другая методология которая тоже очень важна для спорта но я просто что хочу сказать то есть презентация будет выложена внимательно детально изучите погуглите эту тему прежде чем запускать карту эмпатии прежде чем анализировать любую рекламную кампанию первую очередь вы должны использовать психографические характеристики и не демографические не социальные а психографический вот именно психографические характеристики это является клиентским психотипом если этого не делать вы будете попадать в халлепу связанную я просто сразу перекидываюсь на бизнес модель с разрывом бренда и у требованиями внутри удержания разных клиентских групп это очень сложно их нужно фильтровать есть очень много хороших них одна из них не работайте с мудаками данном случае она имела то же самое то есть не работайте с теми людьми с которыми вам сложно работать с которыми вы не совпадаете с которыми вы не знаете как работать под или не смешивать их между собой потому что это очень важно есть да есть вопросы или нет что было самое сложное по клиентским психотипом во первых это новое я сразу я вижу ваши глаза типа о чем ты тут вещаешь поверьте у меня я много очень там в ассоциациях саймин тор и так далее вот у меня есть несколько психотипов с ним мастер-классов для бизнеса и вот этот всегда на ура будь это киев будь это львов будь это черниев будь это ассоциация младшафтных архитекторов или там ассоциации какого-то частного бизнеса потому что бизнес понимает насколько это важно потому что бизнес за привлечение каждого клиента платит денежку и платит в основном в никуда попадая вот из вот так вот а здесь как раз возможность именно начальном этапе проанализировать и выбрать те сегменты которые вы с которыми вам легче всего работать те сегменты которые ready to buy простое колесо маркетинга это три процента ready to buy готовы купить когда вы открываете бизнес-клуб все что угодно вы рассчитываете да я всех знакомых опросил они все говорят о классная идея это всего лишь три процента следующий рынок 10-12 процентов not yet еще не готовы ready to buy но это уже 10-12 процентов то есть для этих людей очень важно обратить на себя внимание правильно сократить дистанцию подготовить чтобы они при выборе вашей товара и услуги условно и положили свою ментальную корзинку до услуги да я из это разделили важно не важно следующий еще больше сегмент это но лет назовем так не думал об этом не задумывался бы это еще больше сегмент и самый большой сегмент никогда не куплю самый большой сегмент и основная идеология стартап мышления или заработка больших денег это переход отсюда сюда когда вы переворачиваете бизнес и когда вы тому сегменту например вы не работаете с обывателем или наоборот работаете не работаете с там другим сегментом но он там очень платежеспособны например вы переворачиваете смысл и тогда там создаете например новый рынок ну как произошло там с электронными машинами вдруг никто не думали тут раз всем мои машины появились электрические и рынок стал их потреблять и создался новый рынок то есть вот эта аудитория самая большая но вы всегда должны понимать что ready to buy это минимум на нем бизнеса не построишь и не разойдешься вы всегда должны думать готовить на вот эти три категории то есть это классическая схема подготавливать тех кто еще не готов купить но мог бы и обратить внимание те которые не задумывались они задумывались для этого соцсети существует чтобы он увидел информацию первый раз человек отвергает информацию на второй раз он информацию но нигде не отвергает но он скажем не не реагирует отрицательно и только на третий раз как и правило третьего менеджера только лишь третий менеджер способен добиться изменений человек начинает на нее обращать внимание вопросы есть если вопросов нет призем тогда смотрите это в любом случае мы говорим что это не детская группа есть понятие детские у детей психотипы по-другому и они более глобальной связано с развитием мозга да да то есть психотипы это группа сформировавшихся людей назовем так то есть это от 25 и старше от 27 даже будет правильно чтобы германии дети до 27 лет это же не зря выстроено то есть это человек со сформировавшийся мировоззрение вот это под них подходят клиентские психотипы вся молодежь сейчас это миллениальный психотип в основном миллениалы это родившиеся в определенный период времени да то есть тем которым сейчас на данный период времени ну вот уже не попали в электоральное поле изменения президентском поле в том числе происходит то есть посмотрите тему миллениалов я не буду просто отдельно что у меня информация огромнейшее количество и не на 15 мастер-классов она на 50 я пытаюсь выдать то что вам можно взять и завтра применить проанализировать вы должны первое что сейчас прийти к себе проанализировать вот взять клиентский список базу данных открыть и поставить перед них вы если вы не работаете с базой данных вы обязаны поставить начать психотип лет и мало того каждый тренер каждый человек с этой соприкасается вы должны это пояснить прояснить и показать усмотри этот человек скорее всего такой можно провести внутренний какой-то мозговой штурм какую-то детализацию мы должны ввести эту методологию она великолепно работает если вы этого не сделаете вы вы не сдвинетесь вы не сдвинетесь вы заведомо будете переплачивать фейсбуку бигбордом метрополитену кому угодно радио телевизор вы будете переплачивать youtube вы будете переплачивать то есть нужно сегментировать свою аудиторию для получения лучших возможностей и анализа упростить издержки и так далее там много может быть результатов это мы потом еще поговорим с вами теперь следующий шаг попью водички 2 секунды и поговорим про лидерство это методология я ввел ее не совсем недавно это голландская методология то же самое нужно будет проанализировать себя я вышлю далее я вышлю файл или за может загружу или вам вышли вы загрузите опросник для того чтобы вы могли сами ну имели с методологию задать сами себе вопросы си проанализировать себя и просканировать ваших сотрудников мы всегда был я всегда вам буду давать и чарловский или пиаровский или маркетинговые идеологии и технологии для анализа себя бизнеса сотрудников потому что без найма без взаимодействия ничего не случится и так 6 1 из голландских технологий 6 прототипов лидера очень хороша для бизнеса очень хороша для спорта очень простая очень понятна первое войны очень характерно для нашего бизнеса и тем бизнесом которым уже более 15 20 лет то есть те бизнеса которые прошли горячие 90 и остались это люди в основном войны они защищают группу от внешних угроз они защищают свой бизнес от внешних угроз они везде во всем участвуют во все влазят зачастую разрушая и даже позитивные как бы изменения потому что они привыкли защищать свой бизнес и у них основная к сожалению по такому принципу строится и наше новое правительство то есть на мой взгляд что это люди которые будут защищать ну я не считаю что нам нужно тех тех кто бы создавали те кто бы создавали вот воин унистон черчилль да то есть даже внешне вот здесь как раз можно применять и характеристику внешних черт потому что это отражение мышление человека она все таки влияет на физиогномику да почти всегда это мужчины почти всегда это достаточно сильные мощные люди это люди воины примеры спортивные маурия да то есть человек достаточно жесткий алекс фергюсон они амбициозные их однокровные но они очень четко понимают процесс они очень по четко понимают как они очень близко они очень близко и тесно идентифицируют себя с группой это и хорошо и плохо потому что с точки зрения расширения группа не может расширяться она должна строить строится как экосистема и ручное управление не очень эффективно если группа тесная и сплоченная то это может быть или бизнес такой то есть он сплочен а вот расширение бизнеса для них плохо ну или там система франчайзинга либо система делегирования полномочий они этого не очень к сожалению понимают но они внутренне в лояльной группе к своей то есть если ты часть команды то ты со мной вы я думаю очень много сталкивались это и в политике это и больших корпорациях которые сейчас возрослись то есть зачастую люди пришедшие из прошлого это люди воин вот что у нас еще по воинам еще марадона обратите внимание при всей его улыбчивости да обладает набор черт который смелый к нам при расслоне доминировать высокий болевой порог вини джонс сюда можно было и кантону точно также поставить то есть из бизнеса там лея кока царства небесная который обратите внимание хорошая фраза мере я люблю я куки фразу то есть тот который красть для знаменитого вчера еще на джок волч тоже человек очень мощный корпорации эффективность 8 не вопрос времени только глупты трудности как урочно то есть это люди которые очень эффективны которые очень четко понимают чего не хотят если вы в команде либо вы такой человек поймите себя поймите как чем здесь плюсы и минусы то есть это хорошо для достижения четких целей и вам для оперативного менеджмента скорее всего понадобятся люди выполняющие ваши функции но для развития зачастую очень тяжело потому что такому человеку сложно посмотреть за линию горизонта он не способен делегировать либо от отдавать полномочия очень редко воин его ценность только одна победа если вы ищете спонсора и вы понимаете что он воин если вы ищете инвестора и понимаете что он воин он должен ощутить что он победил он должен то есть вы ваш выигрыш будет если вы проиграете понимаете о чем я говорю то есть ментально он должен ощутить свою победу у меня был один клиент директор завода мы сделали все что нужно было делали репрендинг все классно так далее там через менеджер и так далее но вот я смотрю что он не согласен где-то в чем-то и вот у меня было мы сидим в кабинете он открывает дверь так открывается дверь без здрасте без до свидания ничего я все равно с вами не согласен закрывать вот ему нужно было это сказать хотя они все применили все что мы сделали все было применено все было с точки зрения эффективности успешно вот но вот ему нужно было это проговорить то есть это воин и для ему нужно было победить ему нужно было поставить последнее слово за собой обратите на это внимание то есть если вы ищете спонсора инвестора и так далее и тому подобное то есть и понимаете какой-то человек то есть вот он должен победить не в том плане что ему не интересно размазать вас так сказать по по поверхности физически там или морально элементарно нет у него ощущение победы здесь очень хороший пример может быть вот воскресенье я посмотрел новый сериал редко смотрю зашло просто на историческую тему взятие константинополя netflix вышел 26 серий взятие только 20-летний мехмет который потом прозвали фатих константинополь течение тысячи лет двадцать три раза терпел осаду и все время ну и этот город не могли взять а он его взял и вот как он победу сделал когда ему там предатели принесли дары он сказал а чё ты не дал эти деньги своему городу то есть ты для него не важно было для пау для воина не важно управлять какими-то людьми предателем и так далее то есть для него важно победа среди равных но важно победа то есть ему не надо легко выигрывать он должен выиграть почувствовать напряжение от победы то есть не давайте и давайте ему больших скидок ни в коем случае смотрите если если воин вы приходите с прайсом и он говорит я дам вам денег но он не попросит скидку или вы не давайте первыми то есть дайте что-то другое дайте какие-то моральные уступки дайте какие-то ступки не просите не давайте скидка ему неинтересно скидки вымывать никогда за деньги не торгуется разведчик развить второй технологии ядов то есть как а понять как опросить будет файлик просто при это первооткрыватели его цель поиска ресурсов возможностей для группы почти всегда мужчины шеклтон а муцин ньютон дарвин в спорте разведчиков мам спорте много войн или там других разведчиков мало потому что здесь открытость новому опыту то есть эти люди зачастую меняют виды спорта ну там пробуют перешагивают из они не для них очень важно разнообразие многообразие новый опыт нежели углубленное достижение каких-либо результатов в одном предприниматели гейтс и джобс да то есть обратите внимание то же самое они разведчики они уже выглядят по-другому они выглядят не устрашающе они выглядят дружелюбно хотя они достаточно жесткий и у них просто запас жизненных сил и энергии для реализации каких-либо идей зачем они хороши они хороши в маркетинге они хороши в не в бизнесе они хороши в стартапе они хороши в новых проектах если в вашем новом проекте нет разведчика скорее всего он заняться то есть должен быть такой человек брендсов пожалуйста то есть это люди предпринимательского склада ума это люди из бизнеса и вот этих сегментов в спорте не хватает это я четко могу сказать по тем картам эмпатии которые были и поэтому именно это мышление я пытаюсь вам прибить предпринимательское мышление то есть она для нас для вас очень важно то есть взрослым людям сложно меняться привлекайте себе молодых для разведчика ценность первому попробовать что-то новое то есть вот разведчик или предприниматель если вы первые откроете какую-то новую стать секцию какой-то новый бизнес или еще что-то вы можете рассчитывать на этих людей привлечения либо вы можете этим людям сказать вы будете первым спонсором первым рекламодателям там или так далее для них вот это интересно их вот это драйвер быть первым развить и воином побеждать разведчику быть первым дипломат дипломат достигает мастерства формирование подвижения связи с другими группами зачастую этим людям спорте они присущи потому что нужно договариваться дипломат умеет договариваться с другими группами хотя это стиль политики но это вот как раз то дипломатика нужна главам федерации для лоббирования интересов и так далее и тому подобное здесь нашем спорте может быть даже чрезмерно большое количество людей но дипломаты спорта это платине и это пеле то есть здесь интеллект очень важен платине так и не смогли доказать что он получил эту картину от российской федерации по моему это был сезон стоимостью 80 тысяч евро был подарок как вы помните после этого непонятно как россия получила евро то есть был скандал и так далее коррупционный никого вроде быть даже арестовали не посудили нет прямых доказательств туда есть картинку обедали вместе это дипломаты да это действительно одаренные люди это люди которые умеют говорить это люди был политической сферы для спорте они присутствуют в той или иной степени нужно понять кто вы что важно для дипломата компромисс опять же вы поймите если вы дипломат или если человек с которым вы коммуницируете то для него важно не победа и не первое для него важно компромисс компромисс здесь может быть тихо тип интеллигента связано с ним арбитр естественно есть арбитры в спорте судьи но в данном случае здесь речь идет не только судебном а здесь речь идет о гармонизации внутри группы и очень важно понимать что если у вас большое количество это разношерстная организация и у вас очень много разных внешних характеристик внешних психо клиентских групп и вы работали несколько психотипов то именно арбитр гармонизирует их внутри группы потому что внутри группы всегда возникает конфликт да здесь примеры судей для них нужно смотрите эмоциональная стабильность вербальные навыки умение говорить и разговаривать чувство справедливости способность сопереживания то что называется эмпатия политика политика о калина вот типичный пример арбитра в той или иной степени но если вы помните когда калину по моему суркисы привлекли в украину с точки зрения наведения порядка в судейском футбольном беспределем ему нет не получилось потому что цель арбитра правило внедрить правило в хаотичный украинский менталитет невозможно невозможно то есть сюда нужно было человека воина который бы просто вот казнил резал и казнил резал и казнил по-другому никак сажал бы да ну условно говоря то есть вот вам вот вам ответ почему это не сработало потому что для достижения то ли иной цели нужен четкий лидерский менталитет об каждого типа и нельзя одного назвать другим то есть следующий менеджер что чего хотят очень много собственники они хотят нанять менеджера но чтобы он занимался развитием менеджер зачастую развитием не занимается развитием а менеджер занимается стабилизацией удержанием существующего то что сейчас произошло с нашим правительством нам взяли новых менеджеров но развитие быть не может а удерживать нам нечего к сожалению если мы были германии там менеджеры важны потому что у них есть что удерживать что удержать в украине я пока не знаю ну я и не претендую не на те роли на просто мнение со стороны роль менеджера заключается в распределении ресурсов и организации групповых действий и вот это действительно один из ключевых факторов который важен для существующего положения в спорте спорте не хватает менеджмента он должен быть ну вот пример кстати я даже не помню да меркель да то есть это менеджер чек менеджер то есть она не политик в том понимании которому мы привыкли то есть нет это менеджер что это так устроено менеджер вот ковар шульц starbucks или скинер из макдональдса не выделяется физически не склонны сильно выражать свои эмоции часто недостают харизматических факторов то есть это вроде бы люди нет не спорта да они не лидеры но они очень важны это серый кардинал это люди которые спределяют ресурс именно эти люди важны для спорта эти люди должны для ваших секций для вашей федерации для ваших клубов они очень важны на них звездится удержание клиента удержание клиентов для него ценно алгоритм системы график и смотрите это ключевая болевая точка спорта алгоритм системы график то есть этого в спорте нет а это должно быть значит что делать привлекать в клубы людей из бизнеса не привлекать их из спорта в спорте практически нет привлекайте людей из бизнеса спрашивайте бизнес учите бизнес курсы учите бизнес технологии именно менеджерский и последний тип учитель вот этот термин очень важен и присутствует в спорте это наставничество это умение передавать свои знания это вот это то хороший тренер то что называется это и могут быть люди религиозного толка это люди и политического толка это и музыканты этажа украины она является учителя это харизматичные люди действительно и для них ценностью является проверенная методика опыт они воспринимают методики они воспринимают методики они готовы эти методики потреблять они готовы обмениваться опытом они готовы общаться на эту тему и поэтому одна из тем которую мы пытаемся и будем создавать это некая спортивное бизнес-сообщество сейчас только-только вот на фуле мы об этом думаем то есть в рамках харьки спорт академии мы планируем создать некое спортивное бизнес-сообщество потому что уже у вас есть чем поделиться друг с другом есть уже кросс маркетинговые возможности по спорту по технологиям по вашим достижениям и так сомнительная таблица воин нужна победа разведчику первым попробовать новому дипломату нужен компромисс альбит нужны правила менеджер нужно алгоритм системы график учителю нужно проверенная методика вопрос кого не хватает вас кто-то себя увидел вот нужно смотрите вы сейчас увидели потому что я сказал теперь я дам опросник методологический вы его еще провели там просто вопросы и там более детально характеристики я нет смотрите человеке есть те линии ситуации но знаете как это как ошибочка по фрейду да когда янукович карандаш на но так или иначе в той или иной ситуации самой самим собой в шахматы не проиграешь то себя можно обманывать до некой степени вот это нужно понять то есть нужно понять и нужно реально проанализировать я могу сказать по себе я разведчик я разведчик я не менеджер когда от меня требуют менеджерские функции когда компания с которой работа говорят давайте вы нам все это внедрите я говорю нет спасибо мне не нужно это я не хочу этим за я знаю как это делать и я понимаю что вы меня то вы даже заплатить за эти деньги сколько это стоит тогда я просто не хочу это делать мне это неинтересно зато я великолепно выпускаю стартапы проекты брендинг работаю с новым бизнесом потому что для меня я переворачиваю огромное количество информации в оперативном масштабе у меня просто так мозги настроены вот это моя при прелесть это моя мой скилл это это моя ценность для бизнеса то что я мгновенно могу давать решение я мгновенно могу давать рекомендации да 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 смотрите смотрите что очень важно понимать и в психотипах и в лидерстве вы можете играть я я служил в армии но естественно у меня все друзья были рэк-н-ролльщики все косили я думал а как мне эта армия косить и вот первый раз когда я проучил справочник по психиатрии я проанализировал ситуацию обратите внимание к актерам психотипом что вы можете либо быть шизофрениками либо гениями что на самом деле практически один и тот же шаг о чем не подтвердил мой племянник вчера либо играть полностью противоположный то есть вы не можете быть на 90 процентов то есть можно играть роль противоположную себе когда ты четко осознаешь себя и ты играешь от противного как иногда происходит и в актерах то есть либо люди играют людей такие как которые они есть либо играть себе полностью противополных противоположностей но зачастую это не удается потому что и джим керри и забыл как у демьянин когда шурик не смогли сыграть серьезных ролей они шуты то есть или чарли чаплин да когда попытался играть серьезные роли у него это не удалось потому что есть наше их восприятие их имидж и это против этого не попрешь поэтому речь идет не о том что вы должны играть речь идет о том что вы должны быть кем-то осознать это и понимать недостаток если у вас вам нужен разведчик то не ставьте человека с хорошими менеджерами функциями на поиск новых ресурсов он не достигнет их потому что его цель хорошо распределять имеющиеся а не искать новые это разные скиллы и разные навыки мои данные у вас уже есть презентацию я уже выслал она будет выложена если есть вопросы готов ответить если нет тогда до следующего вторник спасибо домашнее задание вы очень простое спасибо что вы напомнили вы должны определить свой собственный психотип раз второе ключевые психотипы с которыми вы работаете уже здесь сейчас то есть вы должны проанализировать и первый чек если у вас попадаются все шесть ссоре вы что-то как минимум половину делаете не так то есть поверьте мне у вас должно быть минимум три психотипа потому что смотрите есть ведущие ведомые они должны пересекаться то есть так и свойственно до одни приходят другим вот как дети говорят вот все пошли за футболом то есть вот ваш ребенок у меня старшая дочка сенситивная младшая дочка активная то есть старший нужно сказать посмотри маша это сделала младший сказать маша это сделать там не то есть вот вот о чем идет речь то есть поэтому вы должны понимать как вы формируете и если у вас чересчур много ценностей чересчур много психотипов вы не сможете с ними фокусироваться вас зачастую будет уход они не словно сживаются друг с другом должно быть баланс поэтому проанализируйте готов в этом помочь потому что следующие инструменты которые мы будем использовать например та же самая карта эмпатии там внутри нужно обрабатывать психотип ставите графических крест это раз и второе относительно лидерских характеристик я файл сброшу вы его проанализируйте себя и проанализируйте посмотрите кого бы вам не хватало для тех или иных ресурсов то есть вторая информация более информать более скажем рекомендованная к личному восприятию а вот первое к применению это мастхэв мастхэв то есть это надо брать и делать делать и брать да все спасибо вы ставите себя на место клиента всегда то есть вы ваша цель всегда быть в мозгах клиента и анализируйте себя с клиентской точки зрения когда вы вы же себя понимаете вот самое сложное поставить себя на клиенту на сторону клиента и проанализировать клиента глядя на себя вы понимаете да хорошо мне нет смотрите вот чтобы продаю будет дальше сначала нужно понять кто ваш клиент смотрите вы понимаете сейчас вы должны проанализировать вот эти вещи вы должны проанализировать уже существующий список клиентов относительно того на что они больше всего сейчас на то есть если вы понимаете что вы даете например рекламу даете 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 а потом вас ждут скидки и вы резко ведь увеличение продаж значит то скорее всего ваш основной клиент давайте откроемся вместе для родителей привлечь их детей через родители не не нет финансовый например ну смотрите у вас есть вам нужно осуществить набор губ правильно то есть у вас есть какой-то платеж например вы говорите ну то есть родители занят и говорят сколько это стоит ну например там тысячу гривен там в месяц там листам 100 гривен ты 200 гривен ты неважно это это дорого например то есть вы получаете например информацию что люди интересуются но они не покупают услуги или потом вы там например ведь это стоит 500 гривен отлично и покупают тогда для них скорее всего является финансовым фактором если они приходят и задают очень много вопросов относительно образования относительно того какие у вас родители ваши клиенты людей родители приводят детей в первую очередь как у вас взаимоотношения как вы делаете как вы по какой вас процесс и так далее если они интересуются внутренние вопросы скорее всего здесь если они понимают задают вопрос относительно самореализации творчества относительно того что получат их дети в будущем как они будут развиваться то это независимые если они задают вопрос а сколько у вас звезд какие вас награды сколько у вас там олимпийских чемпионов это подражатели если они задают вопрос относительно воспитываете вы лидерство, качество, а что мой ребенок получит за мои деньги, то это коррелисты. Если они вообще не задают вопросов, а смотрят на инфраструктуру, удовольствие, расслабуху, то, скорее всего, это гидранисты. То есть вот так их надо анализировать. Ну еще, смотрите, если бы это было так просто, это бы не стоило, наверное, так дорого. То есть, естественно, это надо внедрять, 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 внедрять. Но эту методику нужно постепенно... И когда вы постепенно шаг за шагом... А это же как вождение автомобиля. Вы же все прекрасно помните первую свою поездку на машине. Я сжег сцепление. То есть я просто забыл отпустить сцепление. Потому что была ручная коробка передач. И сжег его. А сейчас я, конечно же, могу, как и вы, все 10 рук и так далее, и левой рукой рулить и все остальное. То есть это называется пилотное автопилотное мышление. То есть вот сейчас для вас пилотное мышление. Для вас каждый шаг будет сложен. Потому что его надо запоминать. Потом он будет автопилотным, и будете делать это. Как я, естественно, на автопилоте. Но внедряйте эту методику. Спасибо. 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 Спасибо.